Итак, welcome, welcome, welcome. Вернулись мы после паузы. Если у кого-то там еще что-то не запустилось, F5 пусть нажимают. И мы смотрим Пиванов против Флайквестов. Первую игру Флайквеста выиграли, мы не видели этот матч. Но думаю, там было все красивенько и весело. Флайквесты всегда играли красиво и весело. Красиво не всегда эффективно, но эффектно. И Шака они пикали, и Зедов они пикали, и Джарванов они пикали, и чего они только не пикали. Мамку нашу только не пикали. Но так вот, Пиваны находятся в том же положении, что и команда Флайквест. Обе эти команды, какая из них бы не проиграла, сегодня окажутся позади своего Визави. У них одинаковое количество очков. И, соответственно, они окажутся на девятом месте. Девятое место будет у них. А победитель может стать восьмой, может седьмой командой, но это не имеет значения. Восьмое и седьмое место никуда не отправляются, просто остаются в ЛЦС. Девятое место остается пока в ЛЦС на недельку. Через недельку у них будет матч переигровки с Челленджер Командой. И если они выигрывают Челленджер Команду, они остаются тоже в ЛЦС. А вот десятое место вылетает из ЛЦС, и десятая команда – это команда Team Liquid. Но Team Liquid, нам тут их спонсор вчера приходил, давал интервью, говорил, какой у них крутой коллектив, как много бабок у них есть, каких игроков они накупили. Короче говоря, намек был понят, ребят. Они просто купят себе снова слот. Все понятно. Команда Team Liquid купит слот. Может быть, снова новых игроков будет набирать. Но без Team Liquid следующего сезона не будет, я думаю. Ну что ж, у нас тут давайте посмотрим на сетапы. Лемонейшн взял, вы не поверите, но своего самого старого мейнера, мейн-чемпиона. Лемонейшн знаменит, даже если вы зайдете на, по-моему, геймпедии, эта информация, я оттуда ее брал, знаменит тем, что он был первый игрок на планете, который взял какое-то число по Элла, играя только одним чемпионом, и этот чемпион был Ажанна. Я не помню, что там за число было по Элла, то ли там 2500, то ли 2300. Элла-система была в первом и втором сезоне, кто не знает. Рейтинг был схожий, ну как в Доте, рос вверх. И Риуты посмотрели на эту систему, и она им не особо понравилась. Тогда они решили сделать рейтинг Лигг. То есть Челленджер, Мастер, Даймонд и ниже. Ну вы поняли. А до этого был просто рейтинг ММР. Ну как в шахматах, как в Доте, но чтобы не повторяться, решили свою систему адекватную, другую придумать. Так вот, Лимонейшн был первый в мире, который на саппорте, играя только одним чемпионом, поднял такую высокую Элла. Но вот это была в Википедии информация, правда я ее читал года три назад, цифру сейчас сказать вам не смогу. Года три назад, ну тогда как раз в Клоднайнах он был, и тоже Жанну периодически пиккал, и я про это периодически повторял. А сейчас он у нас играет на Жане здесь. То бишь Жанна ему очень знакома, хоть она была несколько раз уже полуреворкнута, была изменена. Несколько пассивок даже ей там меняли. Ну, в основном чемпион все равно веселый. Что касается Рю, то Рю у нас из команды чемпионата мира переехал в команду P1, как видите, и играет здесь. Дело в том, что он был, команда P1 была у нас в прошлом сплите на третьем месте. И флай-квесты, угадайте, на каком месте в прошлом сплите заняли в плей-оффе, на четвертом. Теоретически мы сейчас с вами смотрим матч третьей и четвертой команды прошлого сплита. Правда, в этом сплите они борются за восьмое и девятое место. И Рю, наверное, жалеет уже, что переехал из Европы, потому что его-то команда, судя по всему, снова выйдет на чемпионат мира. Европейская его команда. А вот он с P1 спился, судя по всему, потому что не видать ему плей-оффа. А раз им не видать плей-оффа, очков они не заработают. Правда, есть любопытная ситуация, при которой одна из этих команд может все еще, может все еще попасть в гаунтлет, но только одна. Обе команды попасть в гаунтлет не могут. Большие шансы у команды P1, потому что у них 50 очков за прошлый сплит, у команды FlyQuest 30 очков за прошлый сплит было получено. И FlyQuest могут запороть обеим этим командам гаунтлет, если сегодня выиграют. В гаунтлет попадает только та команда, которая не вылетает, понятное дело, с чемпионата ЛЦС Америки. Два клинца у FlyF. Да, я не обратил внимания, Turtle у нас играет с клинцем. FlyQuest обожает, видимо, этот спелл. И против кого это взято? Против Тарика Стана. Это все как бы. Маукаи еще и W. Маукаи W, Стан всего лишь накидывается на полсекунды, даже там, по-моему, меньше по времени. Но этого времени вполне может быть достаточно, чтобы остальные игроки его команды успели зафалловить. H2K Rew был, да, H2K Rew был. А до этого он был еще в команде Rocks Tigers. Вообще, Rew как-то неправильно команды выбирает. Слушайте, если так задуматься, Rew – это уникальный человек, которого карьера идет на спад, а не наоборот вверх. То есть, знаете, обычно есть игроки, которые начинают там в слабом клубе своего города, потом он перебирается там в средний город, потом перебирается там в столицу, потом едет уже на международку и начинает там играть. Так вот, Rew начал в Корее, играл в команде, которая была топ-1 Кореи, которая проиграла, правда, финал, но топ-1 они заняли в регулярке, проиграла финал команде СКТ. Поехали тоже на чемпионат мира, выступили там достойно, но все же не на первое место. После этого он переехал в Европу, где еле-еле все же нашел себе команду, который смог попасть на чемпионат мира. Ну, а у нас килл произошел на топе, Мяукай сделал врыв, вболся под ускорением Зига, и мы с вами должны обратить внимание немножко на топ-лей. Кто же такой Зиг? Зиг – это топ-лейнер, один из лучших топ-лейнеров прошлого сплита. В прошлом сплите я дал предпочтение. Кстати, возможно, из-за этого я Даршану в этом сплите даю предпочтение, потому что в прошлом сплите я дал предпочтение Хаузеру. Тогда я думал между Зигом и Хаузером, и остановился на Хаузере, а не на Зиге. Ну, Зиг был из команды топ-3, вы помните. И мейн его, так получилось, стал Клет, именно на весь тот сплит. Но в этом сплите Клета почти никто не играл, даже не знаю, с чем это связано, но Клет по-прежнему хорошо работает против многих чемпионов, и в этой игре он уже нам продемонстрировал хорошую домашнюю заготовочку, где Зиг организовывает на шестом левеле Тауэрдайв по Болсу, у которого Гнар потерял Мегагнара совсем недавно и не успел настакаться. Подсказывает мне, что он был не в Роксах, а в КТ Ростерсах. А, ну вот, был он в КТ Ростерсах, а потом попал в Миллениум. Вот еще большие подсказки идет. Миллениум это была отстойная европейская команда, потом он все же смог попасть в команду H2K, которые искали там себе мидера после конфликтов, которые начались между мидером и ботлейном. Конфликт был очень долгий и очень муторный. В общем, про это... Тогда был у H2K просто другой ботлейн. В итоге теперь и другой ботлейн у команды H2K, но мидер, кстати, тот же. Вернулся к ним Фобиван, и теперь он там стоит снова. Ну вот конфликт там Фобиван ушел, Рю они себе призвали, с Рю поехали на чемпионат мира, заняли четвертое место, выбив с плей-оффа команду Альбус Нокс. Ну а после этого чемпионата Рю за деньгами поехал в Америку, приехал в команду P1, которые пробились на чемпионат только лишь первый раз в своей жизни. И на чемпионате они выступили, я уже говорю, на топ-3. Правда, вот в этом сплите провал, а этот сплит самый главный. Все же таки. Какие-то жесткие такие размены, знаете, для человека, который, ну, не смотрел Лигу Легенд, или мало смотрел просто матчи по Лиге Легенд, будет что-то за вспышки там происходит на Ботлене, тут какие-то хрени выскакивают, квадратные северки из Тарика в этот момент, какие-то ветерки летят, какие-то щитки, какие-то вспышки, выстрелы. На Ботлене очень такая красочная война идет. Я бы это назвал фейерверковая битва. Настоящий фейерверк здесь происходит. Чей фейерверк окажется сильней, пока неизвестно. Но по фарму Вайл Тортл идет впереди. Вайл Тортл не то чтобы это мейн его чемпион Джин, но на нем он очень хорош. Болса здесь опять ловит Зиг, притягивает его к себе, и, скорее всего, снова даст сейчас ульту, снова Майк Йонг сможет сделать тавердайв, опять Рю теряет вышку, ну, то есть, получается, вышка делает выстрел по тебе, по Скарлу. Скарл умирает, и вышка теряет к тебе всякий интерес, и поэтому не будет там трех-четырех выстрелов вышки подряд по тебе, а она переключится дальше уже на другого игрока, и получается второй ганг подряд, второй ганг с линии организовывая через ульту Зиг. Болса сильно тут доминировать решила команда Флайквест. Вчера Болсу дали свободу, и Болс продемонстрировал, как он умеет играть против команды Тим Ликвид, по крайней мере. Ну, а здесь, видимо, команда Пиван решила отдать, Майк Йонг именно, решила отдать много времени, дань, так сказать, Зигу на Кледи, ну, и Зиг на Кледи может вполне в соло выиграть этот матч. А ты знаешь, какой троллинг, когда тебе Каин и Клед дайвят? Я знаю, какой троллинг, достаточно даже через Элизу делать дайв абсолютно любого чемпиона, до последнего просто получаешь урон, и он уже уверен, что ты умер, даже учитывая, когда ваши крипы еще не пришли, ты просто за Элизу делаешь РПЛ вверх, а по приземлению вышка начинает бить сначала пауков, а потом только Элизу. Так что... Я это за Элизу знаю, а твои там истории про этих чемпионов, Кайна и Кледа, копеечные. У нас тут на Тортла флэш не будет делать тарик. Ну ладно. Боллс, по предметам он уже отстает, вы можете видеть, вроде бы по золоту должны быть они вровень, ну, потому что там 100 на 100 фарма, но так как там был килл и ассист, уже есть Блэк Ливер, и Блэк Ливера нет все еще у Боллса. Линия, честно, не знаю, за кем, за Кледом или Гнаром, но по пониманию того, что происходит, скорее всего, в тимфайтах Клед будет менее полезный, чем Гнар, потому что Гнар может прописывать станы, принимать на себя скиллшоты, а Зигу, он как Сиверка, может давать только ускорение, а у вас уже есть Сиверка в команде. У них вообще комбинация идет, смотрите, Сиверка плюс Клед, но будет шикарная инициация от команды Пиван за счет всего этого. До шести предметов, если доживет команда Флай Квест, я думаю, Лейт-то за ними. Даже учитывая, что у них нет большого физикл дэмэджа от Джина, и Джин реально страдать будет от этой Сиверки, но большого урона и магического нет у команды Пиван, а они будут влетать в трех дисенгейджеров, в Жанну, в Арианну, в Гнара, ну, либо Зака, их можно вместе объединить, Гнара и Зака, как дисенгейджеры, тоже классно работают. В подкидывании достаточно танковые чемпионы. Понимаете, да, это жутко неприятно так вот в Лейте будет. Пока в медгейме-то у них будет сейчас Пауэр Спайк, Корки, Тринити Форс, Моукай там просто за счет левела будет наносить еще урон, хоть он играет в Танка. Первые ульты Тарика, который будет еще успевать давать эту ульту и не умирать перед этим, а потом-то Мариана будет давать по нему ульту, и еще не факт, что он будет выживать. Но, с другой стороны, если все сделать идеально за команду Пиван, например, Тарик нажимает ульту, после этого нажимает ульту Сиверка, после этого нажимает ульту Клет, и только тогда они бегут туда, и как раз они за 2 секунды добегают до оппонентов, и Тарик ульта срабатывает. Это будет интересно. У нас тут врыв делает Зак, но попадает в подкидывание. Правда, Зак выкидывает на своей ульте 3 игроков и флэшится зачем-то к ним потом снова. Мун. Ладно. Чушь какую-то сейчас сделал Мун, начиная с того, что он сделал врыв в 2-х. Ладно, он делал в 2-х игроков, попал в 3-х. Ну, допустим. Но это было тоже глупо. Я, кстати, не знал, что откинуть можно Заковский прыжок за счет Маукай. Ты же Маукай откинул, да? Я так понимаю. Давайте смотреть еще раз. Маукай они не увидели, по-моему, Маукай дали подкидывание, и Маукай... Да, Маукай это отменил. Во время полета Зака Маукай дал свою W и отменил приземление Муну. Мун после этого дал ульту, чтобы перепрыгнуть через стенку туда, но оказался с двумя игроками и зачем-то дальше флэшнулся назад к врагам. Вчера Мун тоже играл плохо, но был закерен. Это вы видели. Team Liquid вчера проиграли Болсу и Хаю. Хай, который, кстати, сегодня статистику специально смотрел, олюбовался, так сказать, его статистикой. У него лучший чемпион в этом сплите. Это Корки. Там 70% у него на нем. Больше всего игр он сыграл на Ариане. Правда, на Ариане у него всего лишь 45% винрейт, но при этом с очень хорошим КДА, больше семерки. Просто получается, что... Говорят, что это ульта Кледа отменила, тебе показалось. А, ну, может быть. Жанна же контрит прыжки. Да-да-да-да-да-да-да. Только Жанна, как бы, она с Заком в одной команде здесь. А так, да, Жанна контрит прыжки. Все верно. Она и ультой может откинуть, и своим ветерком может откинуть тебя. Кстати, обратите внимание, на стандартном скине Лимонейшин играет Жанны. Абсолютно стандартный скин, ничего здесь не добавлено. Белая Жанночка. 3-0 у нас в этой игре, пока команда Пивана лидирует. Очень интересно мне, что же происходило в первой игре. Был ли там сноубол от команды Пивана, либо... О, сноубол от команды Флайквест, либо был какой-нибудь грустный гейминг, и потом хороший колл с Адхая, либо это был камбэк от команды Флайквест. Ну, вариантов-то много есть. Как это все произошло? Но мы это не смотрели. Может, кто-то в чатике это видел? Сейчас нам подскажет. Но Дисхай очень много урона теряет, а Трю пытается в него попасть хоть раз хоть как-то шариком, но не выходит. Я все там в чатик сейчас читаю, жду, может, кто-нибудь напишет. В первой их разорвали, типа, 2-13. Все, вот, все, прочитал. В первой Флайквесты просто разорвали команду Пиван 2-13. Ну, в этой игре совершенно все по-другому идет, и по золоту только за счет вышек. Пока что Флайквесты держатся впереди. Правда, бутлайн-сражение неминуемо скоро произойдет. И, скорее всего, будет там двойное ускорение от команды Пиван. И не знаю, справится ли Лимонейшин у своей Жанни в откидывании всех этих игроков. Гнар тоже обычно без скина. Не, ну да, я просто про Лимонейшин сегодня много уже поговорил, поэтому хотел ваше внимание обратить, что он играет без скина. Как старичок такой, знаете, когда не было у вас денег еще. Интересное было интервью, которое вы, наверное, не смотрели. Я его смотрел, потому что на отдельном канале у чувака, который с ЕМа брал интервью у всех, ну такой рыженький мужичок-интервьюер, он раньше у Старкрафтеров брал интервью, сейчас на Лол тоже переключился. Ну ладно, не до этого. Интервью было про Вайл Тортла, сейчас про него расскажу, если битва закончится. Но сначала надо ей начаться, этой битве. Битва начинается, Мун влетает Тортла, Тортла прожимает Клинс, отбегает в сторону, но Рю скорее всего его добьет. Отфлешивается у нас Тортла, Валкирию прожимает Рю, уворачивается там Тортла от парочки автоатак, в этот момент Тарик погибает. Под вышкой идет шикарный шоквейв от Хая, но Хая здесь один. Хай выфлешивается, убивает еще перед этим Зига, но Зиг выфлешивается, остается в живых, не погибая. Босс становится мегагнаром, дает стан по двум игрокам, при этом погибает Клетт, гибает об стеночку, именно его станел Боллс. Заканчивается у нас этот тимфайт, минус три, минус два. Два игрока команды Флайквест, а именно их керри погибли, у команды Пи-Ван погибло три игрока, но они все равно выиграли этот файт. В итоге получается у них остались два керри, которые могут сломать эту вышку. Может ли во время своего прыжка Зак флэшнется? Нет, не может, насколько я помню, не может. Он может до этого флэшнется, но тогда ты собьешь сам себе Ешку и по приземлению можешь флэшнется. Ну, давайте смотреть повтор, теперь будем следить за Тауэрдайвом. Я для начала смотрел только за Джином, за которым гнался Корки, а теперь будем смотреть, что здесь произошло снизу. Майк Йонг дает ульту и цепляет двух игроков. Эрро вместе с экспешелом делает улын, но остаются без ХП, потому что ульта не сразу сработала, и после этого стяжка идет Ариана, которая отталкивает Майк Йонга, который на флэше в нее ворвался. И Боллс, к сожалению, неудачно прыгнул. Он хотел, наверное, первого прыгнуть, но не смог. Зато сейчас увидите, как умер Зиг. Зиг умер грустно и случайно. Это была случайная смерть Зига. Я думаю, Боллс даже этого не ожидал. Но Боллс после этого файта становится 3-2-0. И у него уже появились два предмета, в отличие от Зига, у которого нет предмета, потому что Боллс фармился. Это лучше. Боллс реально классно начал играть. Вот реально классно играть. Начал. И мне вот обидно, что команды в плей-офф никак в флай-квесты не попали. И мы с вами просто больше Боллса не увидим. В этом сплите уже все. Это последняя игра для обеих команд. Но для одной команды еще будет переигровка. Надеюсь, не для флай-квестов. Хотя тогда бы мы с вами увидели Боллса против... Ух! Там же такие топ-лейнеры жесткие. Муна против Данди увидеть? Не, слушайте, что-то Муна против Данди не хочется смотреть. Я так и подумал. Лимонейшн против... Как его зовут-то, боже мой? Против Мэд Лайфа. Не, что-то как-то не то. Не-не-не, пусть лучше пиваны там бегают. У них молодая кровь в команде. У них есть Майк Йонг. Ему... Ему по кайфу будет играть против Данди. А Муну... Муну уже не надо. Так вот, в интервью Вайлд Тортл сказал, что он хоть и играл в команде ТСМ, он хоть и играл в команде... Ну, кто не помнит. Вайлд Тортл начинал свою карьеру в команде Квантуз Гейминг. Вантуз Гейминг. Я не помню, как она называется. Короче, команду, которую собрал Хай. И... Вайлд Тортл именно был тот человек, который послал Хая нахер. Сказав, что тот никогда в жизни не попадет со своими шаутколлами в чемпионат ЛЦС. Так вот, Вайлд Тортл после этого рассорился со всеми игроками команды Клауд Найн, кроме Лимонейшена. И про это даже Сники однажды жаловался на стриме, что он вообще соло-коу редко играет с Лимонейшеном. Лимонейшен предпочитает играть всегда с Тортлом Дуо. И здесь Тортл сейчас умрет, да. Так вот, и в этом интервью Тортл сказал, что он вообще Лигу Легенд хотел бросать еще в четвертом сезоне, в пятом сезоне. В общем, каждый сезон он хотел ее бросать. И даже когда Лимонейшен сказал, что бросает игру, у Тортла тоже закрылась эта идея бросить ее. Но каждый раз играя с Лимонейшеном на бутлейне Дуо-ку, в соло-ку просто Дуо, они там по скайпу общались, ну или по МСН, всегда Лимон ему его отговорил, говорит, ты-то что бросаешь? Это я тут старый пердум, у которого только есть понимание игры, а механика уже нулевая. Но ты-то все равно божишь, играй дальше. То есть, как бы Лимонейшен был именно тем игроком, который заставил Вайл Тортла остаться, по сути, все еще в Лиге Легенд, а может зря. А может зря, ребят, да. Вот такие дела. Настоящая мужская дружба. Мы все поняли. Да-да-да. Вайл Тортл играл в 10 разных командах за свою карьеру. Ну, поэтому так и получается. Понимаете, когда к тебе приходит тренер и говорит, ну что, давай будем тренировать новых чемпионов. Он говорит, знаете, а я как бы хочу уходить в конце этого сезона. И тренер такой, серьезно, уходить в конце этого сезона? Ну ладно. Давай тогда не будем тренировать нового чемпиона. Забыли. А потом он поиграл в Солоку и такой, блин, я хочу все же еще поиграть с какой-нибудь командой. Пойду в ту команду, пойду в эту команду. И таких вот все. Лимонейшн и зарплата. Не, понятное дело, что зарплата тоже мотивирует человека играть здесь. Но он в интервью сказал именно Лимонейшн. Правда, это было интервью как раз приурочено к тому, к началу сезона, к началу этого сплита, когда Вайл Тортл попал в эту команду. Ну и там были тоже эти вопросики по поводу того, кто кручет или дабл лифт. Он ответил, что мы разные стиль, бла-бла, бла-бла. У нас тут, кстати, пока я все эти шутки вам рассказываю, при Баутке счет-то выровнялся. Флайквесты хоть и проиграли свой тимфайт тот самый, но по золоту остались вровень. И к Болсу некого отправить сейчас команде Пи-Ван, потому что Болс заработал 3 кила за несколько минут и получается, что теперь Болс на голову сильнее уже к Зига из-за того, что Зиг сейчас не присутствует. Знаете, вот такой парадокс происходит. Если Зиг придет, он не сможет остановить Болса и не сможет с ним фармиться. Но Зиг играет сейчас со своей командой и он тоже не может фармиться и тоже не останавливает Болса. А Болс все дальше и дальше уходит от него по золоту и сейчас такая будет точка и может быть даже уже невозврата, где Зиг просто будет кричать уже «Помогите!» Как бы мне нужен еще хоть какой-то игрок, чтобы остановить этого Гнара. Гнара у нас сейчас уходит, правда, в не индивидуальный предмет, а в тимфайтовый предмет, в Гаргулю. Дайруса никогда не забуду. Ну, Дайрус, он все еще в Лиге Легенд, не волнуйтесь, он стримит. Попытался с командой Дельта Фокс выиграть чемпионат Челленджер Америки. Победа произошла, но только над самим собой. Заняли они шестое место из шести команд. Прилетает Болс и погибает. Правда, Жанна его спасает. На какое-то время Болс не успевает дать свою ульту. И теперь у Жанны могут возникнуть проблемы, потому что за ней устроили погоню. У Жанны есть хилл. Жанна будет его прожимать и уходить в сторону. Пока она уходит в сторону, просто отклеет. Оклеет цепляется за Муном, Мун выпрыгивает из этого всего. Нашор был отменен. Стяжка Мхая, но мне не очень нравится эта стяжка, которую он дал. Правда, дал он ее, чтобы Тортл начал стрелять. Тортл стреляет, но все выстрелы идут в экспешала. Тут походу 2.0. Как думаешь? Да нет. Видите, Пиваны резким нашором всю эту спокойную скелющуюся игру команды Флай Квест разломали. И вынудили Болса прилететь. И теперь у Болса нет ни телепорта, ни жизни. Он с плитпуш не может начать. Он-то должен сейчас идти вниз и ломать там две вышки. Теперь снова. Что там со старыми псами типа Ходшота и Сэнт Вишеса? Сэнт Вишес тренер команды. Какой, правда, не помню, ребят, какой он тренер команды. Он, по-моему, помощник в Дигнитас, если я не ошибаюсь, помощник в Дигнитас и основной тренер команды из Челленджер какой-то. А Ходшот Джи Джи владелец команды ЦЛГ. Как и Риджинальд, владелец команды ТСМ, Ходшот Джи Джи, владелец команды ЦЛГ. Они нигде не являются ни тренерами, ни аналитиками. Кстати, новенькая новость появилась. У команды Клауд Найн появился еще один тренер. И теперь у команды Клауд Найн, если так задуматься, три тренера, ребят. Три тренера. Это реально как-то любопытно. Знаете, кто стал новым тренером их? Вест Райс. Кто его не помнит? Зря. Вест Райс, саппорт, правда, не помню, в какой команде он играл. Возможно, что-то по типу Миллениум. Вест Райс приехал в команду Клауд Найн, и у него тоже было интервью взято. Но оно там было совсем коротенькое. Он сказал, что он будет не основным тренером, а тренером, который будет заниматься разбором матчей на ботлейне команды Клауд Найн. Хотят усилить Клауд Найн перед плей-оффом свой ботлейн. Это не на всю жизнь типа тренера, а такой, типа купленный на время. Там на месяца два видим чемпионат Америки плей-офф, и если команда Клауд Найн проходит на чемпионат мира, то и перед чемпионатом мира. Он будет именно аналитиком того, как надо играть на ботлейне. Что надо делать саппорта, что надо делать сники постоянно. Вест Райс. Помимо этого у команды Клауд Найн, кто не знает, есть тренер индивидуально по джанглерам, и есть еще тренер Рипер, который был в свое время туплейнером. То есть получается у команды Клауд Найн не хватает только тренера для Дженсена. У нас здесь Ол-Нчик пошел от команды Пиван под максимальным ускорением, дает у нас Гнар ульту, но все это было время Тарика ульта не получили. Правда, теперь они жутко биты, и пойдет Джиновская ульта, которая будет задевать опять только лишь Экспешала. Но у Муна есть возможность сделать прыжок, он его организовывал, вейд попадает в стамп, правда, команда Флайквест, но успевают они убить, как мне кажется, Майки Йонгас, флеша это делает Тортл, Экзос получает он от Экспешала и уходит в сторону. Боллс... Нет, не пойду дальше, я хотел сказать, Боллс очень битый, он не может участвовать сейчас в файте, и он только кидает бумеранги. Джинсон же сам тренер СКТ, ну да. Мне там говорят, что я перепутал Вейстрайса с другим игроком. А, разве... Ну, а зачем он в интервью говорит, что он про саппортов? Он точно конец сезона на саппортах не играл? Там пишут, что Вейстрайс был типа на топе, и, ну, в чатике сейчас пишут. Ну, просто он в интервью, это интервью недавно я посмотрел, где-то, сколько, две недели назад, и он в нем говорит, я специально был взят для того, чтобы... Ну, ладно. Короче, я не буду спорить. Может быть, он в соло-ку переключился на саппортов? Так или иначе, суть-то заключается в том, что команда Cloud9 очень много вкладывает именно в этот чемпионат, и они не хотят вылетать и не попадать на чемпионат мира, потому что идея у них пройти, видимо, на этом чемпионате мира как можно дальше. Еще бы найти стрелка хорошего для команды Cloud9. Да нет, со стрелком в команде Cloud9 все хорошо. Он сейчас числится сабом, топ-лейнер в команде Cloud9. Ну, видимо, да, у него все еще висит эта закладка как топпер, хотя по соло-ку, видимо, он уже перешел на саппортов, сам Westrise. Ну, потому что Westrise в интервью, я вам говорю, с его слов, что он там сказал. Ну, ладно. Он был в СК-гейминг, говорят. Ну, ладно. У нас тут врывчика идет, команда FlyQuest может потерять Зака, но Зак-то это тот чемпион, у которого есть пассивка. Босс пока очень битый, отходит в сторону, выживает, Зак-то же выживает и команда FlyQuest теперь будет организовывать камбэк, но в этот момент Turtle попадается, у него не было флэша, не было клинца, за него через второе ускорение уже кледовское добрались и убили. Погибает WildTurtle и команда FlyQuest не смогли два подряд тимфайта выиграть, потому что в первом тимфайте им пришлось несколько дисенгейдж флэшей потратить. В этот раз этого всего не было. Майки Ион, кто-то гнался за ХМ, за ХМ продолжает у нас гнаться Рю, но побаивается туда на Валкирии впрыгивать. Turtle Ruined максимально. Но он занял позицию не самую лучшую, но руина здесь никакого не было. Так, ну что, у нас есть Moon, который может сделать смайт войну, у нас есть Лемонедж, который дает подкидывание, у нас есть Болс, который будет с другой стороны настакивать себе Мегагнар, и знаете, это крайне опасно для команды Пиван, потому что Болс уже почти стал Мегагнаром, отпрыгивает Болс, в него впрыгивает, и у Болса, если есть флэш, флэш есть, но он его пока не тратит, просто станет Зига, с флэша цепляется за Зига, убивает его, и при этом еще агрит синий баф, который переключается на Рю и снимает ему пол лица. И теперь уже команда Кло... О, извините, Флайквест может сделать врыв в Рю, от флэш, нет, да, отфлэшивается, все верно. И теперь Флайквест могут пойти на Нашора, правда, ему нужен Тортл, который зачем-то пошел на бутлейн все это время, он шел без остановки туда, начинает Флайквест делать Нашора, но у них нет урона, Джин не здесь, Джин только сейчас сюда придет, но это слишком долго, Нашор, правда, осталось всего лишь 3000 хп, 2000, 1000, забирается Нашор, и надо отсюда теперь попытаться выбежать, Джин должен помочь в этом процессе, стяжка Арианы, стягивает W, мимо кидает Джин, раскидал он Яшки, которые будут замедлять, но Майк Йонг дает врыв, Рю также здесь, босс без ульты, но Мегагнар уходит в сторону, Маукаевская ульта летит, летит и не долетает, зомби Апокалипсис никого не догоняет. Пауза, пауза от команды Флайквест, судя по всему, Хайтом оборачивается, но не он, видимо, паузу делал, хотя, нет, нет, это он, это именно он, сделал паузу и что-то говорит судьям. Перерывчик у нас небольшой. Котопалипсис, да, Котопалипсис был сейчас, кто не помнит эту шутку, я это зомби Апокалипсисом называю эту ульту, потому что она так же медленно идет, как и Зомби Апокалипсис, но так как этот скин у нас Мяукая, то это Мяупалипсис, либо Котопалипсис. сейчас скажет, что это был Баку Маукая. Не, так это не Пиваны, паузу нажали, это как раз таки Флайквесту нажали паузу, только непонятно, что там, я сейчас буду подслушивать английских комментаторов, чтобы понять, что случилось. Флайквест Хай говорит, мы им заплатили, кстати говоря, вчера, сейчас шутку доделаю, ну то что, не, не, это просто про Хайевский, реенгейдж, ульту, бла-бла, так вот, мы им заплатили, чтобы было 2-0, а что они тут сопротивляются нам, тренер, а тренер, так вот, по поводу вчерашнего мини вот этого дайва, дайв это от английских комментаторов, от этих вот ведущих, есть маленькое телешоу, они обсуждают всякие новости, они обсуждали как раз Team Liquid, в которые объявили, что у них огромная куча денег и новых спонсоров они себе заработали, и как раз они вылетели из сезона, скорее всего, они купят себе слот просто снова, также обсуждали команду TSM, у которых тоже довольно неплохие спонсоры, и они сказали про команду FlyQuest, что до сих пор неизвестно, кто же является спонсором команды FlyQuest, это был какой-то индивидуальный чувак, который заплатил просто бабки за эту команду, послушкам, ну, послушкам, это которые я знаю, когда вот нарядить эта информация с появлением команды FlyQuest появилась, это какая-то компания, то ли шведская, ну, короче, скандинавская авиакомпания, и ее владелец, мол, купил команду в ЛЦС Америки и назвал ее FlyQuest, вот, а других спонсоров у них так и нет, у команды FlyQuest, вот в чем прикол, то есть, они как раз говорили, что вроде теоретически они себе позволить наверное не смогут слот, если вылетят, купить команду FlyQuest не сможет себе позволить слот на чемпионате Америки, но она все еще живет одним этим вот миллионером, который вот потратил деньги, надо было ему назвать, конечно, команду своим именем, Абрамович, ну вы поняли, в общем, какой-то местный Абрамович там, как тот Челси покупал, а этот, не разбираясь в Лиге Легенд, потратил деньги на команду FlyQuest, и в первом сплите они выстрелили, во втором провалились, но скорее всего вот по тому, как идет схема этой игры, лидируют они 1-0, сейчас у них на шор, чуть лучше у них сетап в лейтгейме, потому что лучше их дисенгейдж работает, чем энгейдж команды P1, как мне кажется, вполне могут сохранить слот на ЛЦС, а слот на ЛЦС сохранен, и это уже прибыль, ребята, это уже реальная прибыль, но они и так сохранены слот в предыдущем сплите, и тоже была прибыль. Расскажи про коров этих команд, коров, в смысле, кор чемпионов ты имеешь в виду, или кор предметы, которые надо собрать, что ты имеешь в виду? Мун, например, Зак, это его не кор чемпион, синергия у него с ним слабая, Боллс, я, честно, крайне удивлен, как он так начал играть, потому что до этого Боллс у нас играл что в Cloud9, что во флэйквестах в прошлом сплите, полтора чемпиона, и их не очень удачно, а его мейн, самый главный, это Рамбл. Сломали две вышки команды флэйквест на ботлейн, не смещаются сейчас на мид, чтобы поломать с этим же Нашором мид лейн вышку, и видите, команде Пиван не сделайте инициацию, они не боятся Нашора, они не могут просто найти нормальный врыв, когда Боллс находится в желтой форме мегагнара и уворачивается от скиллшотов, ворваться вам нельзя, потому что вы ворветесь, у Боллса будет сразу мегагнар, теперь Боллс теряет мегагнара, но ворваться нельзя, потому что оппоненты уже ушли, и вот как бы Пиванов Дисенгейдж от Ариановской ульты, Дисенгейдж от Гнаровской ульты, и вы просто сразу потеряетесь, зато как классно фармится Эру, посмотрите, Хай повторяет судьбу Гриффита, если понимаешь о чем я, я честно не понимаю о чем ты, не знаю кто такой Гриффит и откуда ты такие имена знаешь, но у нас три, три дракона за командой Флайквест, и это А у команды Пиван в Лейте есть только Северка Северка конечно хороша если будут какие-то флангующие инициации вот как было тут парочку раз они цеплялись за Джина цеплялись за Хая то Северка ну просто разгромит всех она очень быстро избавится от Рианы Жанны и того же самого Джина а потом оставшийся Зак с Гнаром ничего ей не сделают снизу у нас Гнар начинает пуш у него есть телепорт пока он просто забирает големов и Флайквест таким образом дарит он возможность сейчас организовать вижн в синем лесу оппонентов и сместиться на топ плейн когда они сместятся на плейн будет реально такой пуш 4-1 где Кледо будет страдать от Гнара но пока Гнар туда идти не может это надо делать очень аккуратно потому что если одна из ваших комбинаций пойдет чуть дальше ну четверка пойдет чуть дальше то Гнар не успеет начать спрят пуш а сигнар пойдет чуть дальше то его могут убить и ваша четверка не начнет еще бить никакой объект надо это все делать очень хорошо ну ладно какая-то у нас чистая затишье прям чувствую сейчас будет из этого штиля произойдет реальный гром гром и зомби апокалипсис от Майки Йонга который мы видели жутко медленная ульта получается блин вроде бы все сделано чтобы Маукай мог добраться до врагов но враги у нас команда флайквест их играя с двумя клинцами как итог весь его врыв в двух керри проваливается из-за клинцев как-то все это тяжело тяжело дается здесь болс делает врыв цепляется за зига поддамаживает его и команда флайквест оказалась снизу но просто чтобы посмотреть посмотреть как будет реагировать команда пиван на это ротации ходит туда-обратно туда-обратно и теперь обратно на мид отправляется команда флайквест пивана также идут за ними но постоянно идут позади по времени элдер дрейк появится не скоро а на шорт через полтора минуты ну и решает команда флайквест сделать рекол лейт гейм начался ребят официально для болса он купил первую часть последнего предмета примерно так же у нас заг себя чувствует ему еще не хватает до горгули немножко денег но скоро доберется и хай у нас уходит в рабодон следующим предметом есть у него уже воин став рю у него пауэр спайки в общем-то закончились он все еще наносит много урона но это корки и корки довольно ограниченный в лейте если он доберется конечно до ариана и до джина кстати джина он проиграет если он доберется до джина то это джин его убьет ну если конечно джин не профукает этот момент до ариана если он доберется то теоретически ариана он может еще убить но только при условии что она не потратит ульту пиваны добились какого-то такого маленького простора начали тут ягис кледа собирает ани тарик да у нас аегис собирает действительно клед тарик у нас что сделал redemption чтобы был усиленный отхил для всей своей команды собрал еще ордент которая на тарике и так работала теперь еще усиленный отхил будет redemption вообще я не понимаю зачем ему этот локет нужен учитывая что локет уже есть у маука кледу надо было позаботиться о предметах которые помогут ему выживать а именно guardian angel это был бы лучший вариант но может быть он хочет добавить себе немножко магреза он тогда был spirit visage в общем это неправильный мне кажется выбор собирать аегис и переходить локет когда он уже есть у тебя на команду что тристана была в бане ну возможно была тристана в бане мы с вами пропустили начало бана пиков этой игры поэтому ничего не знаем я вообще не разбираюсь лоли но я вижу что происходит что происходит стояние сейчас происходит ребят небольшое в этом стоянии выигрывает конечно же команда пиван я сейчас объясню потому что на этих ротациях раз за разом появляется возможность у пиванов организовать пять мэндайв какого-то одного игрока у них скорость передвижения будет очень высокая потому что клет нажмет ульту райтлс глори нажмет маукай но пока я вот хвалил команду пиван за их оллин возможный в одного игрока сами флайквест организовали оллин возможно в одного игрока пиванов это оказался маукай но тот выфлешился через стенку и флайквест кстати во время этого оллина открыли открыли для команды флайквест возможно сделать оллин в них и болс у нас не мегагнар он будет очень сильно сейчас страдать правда он дает перепрыгивание через всех игроков тратит свою горгулю ариана потратила уже свою ульту джина здесь ловят пошел редемшн пошел отхил от жан и жан всех выхилил и макеон у которого не было флэша погибает мун делает теперь ответную врыв болс также впрыгивает в зига зига убивает и становится мегагнаром болс цепляется он за эрву и эрву отсюда не убежать даблкил для болса просто болс гейминг какой-то происходит он не отпускает всю команду пиван и выигрывает команда флайквест это тимфайт а выиграть ли они игру сколько у нас времени больше 40 секунд на большинстве игроков можно открывать ингибитор ломать его и попытается забрать крипов на себя но он не может этого сделать потому что болс бегает за ним все еще его ищет как же болс классно сыграл как же он сыграл классно ведь весь врыв команды пиван именно уперся в болса они вынуждены были избивать его а он потом прошел вперед ребят и по ним же перепрыгнул назад к своей команде и в этот момент пиваны поняли что блин бессмысленно били его просто бессмысленно били гнара гнара настолько что поимел ну а пиваны реально оказались полным отстоем они проигрывают игру команде флейквест майк йонгу надо давать керри чемпионов не надо играть через танков улыбается у нас зик улыбается майк йонг а вот недовольный сидит у нас ну что-то тут расселся я понимаю я понимаю лиру я понимаю ребят тех игроков которые в этом сезоне приехали в Америку не знаете как вот этот есть эта тема там 60-х годов не 60-х а 70-х это скорее годов была тема американская мечта что они приехали в Америку и станут они самыми богатыми самыми красивыми самыми умными так вот Эрау сейчас сидит и думает про себя какого хрена я сюда приехал в Америку в этом сезоне сидел бы сегодня в корейской какой-то команде и побеждал бы с ней какого хрена я уехал из команды по-моему он в Роксах был да не этот был в КТ Ростерсах Эрау был в КТ Ростерсах Лира там сидит и думает какого хрена я уехал из команды Африка Фриксов Африка Фриксы заняли пятое место и будут играть с командой а вот и спонсоры видимо команды не знаю кто это такие но это видимо дедушка Хая Хая вроде с дедушкой жил с девушкой сейчас живет но раньше жил с дедушкой вот так вот он меняет дедушку на девушку так вот Лира был в команде Африка Фриксов и Африка Фрикса будет играть с командой СКТ за выход в следующий круг просто получается они выбрали деньги ну и тогда не надо удивляться что у вас здесь что-то не получается поехали то они явно из Кореи не от хорошей жизни а от того что они считают что с теми командами тяжелее попасть на чемпионат мира приеду в Америку смогу поднять команду со дна поеду на чемпионат мира и плюс денег больше заработаю а приезжают поднять команду со дна не получается деньги есть да но получается что ехали только ради денег с девушкой дедушки ну что ж сейчас нам скорее всего турнирная таблица покажет которую я вам уже в общем-то несколько раз рассказал но хочу чтобы она под запись попала а пока немножко рекламы спасибо всем кто был далеко не разбегайтесь расскажу прогноз на следующую неделю после перерыва небольшого я думаю